Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. Недавно мы анонсировали, что в этом году будем делать много материалов о ветеранах ММА, бокса, борьбы и других боевых видов. Сегодня большое и откровенное интервью с человеком, чье боксерское прозвище сделано в аду. Так сильно его потрепала жизнь перед тем, как он добился успеха. Это бывший чемпион IBF в первом среднем весе Роман Кармазин. Как в 90-х боксеров тянули в криминал, а Николай Валуев падал в спаррингах. Как Кармазин чуть не сошел с ума из-за трудоголизма и провел бой, несмотря на недавнее кровоизлияние в мозг. Как Джеймс Тони наезжал в зале на всех подряд, даже на женщин. А Фредди Роуч разрешал на тренировках бить в пах. Почему наши тренеры сильнее американских, и из-за чего в Калифорнии так много бомжей. Роман рассказал очень много интересного. Если видео понравится, не забудьте подписаться на Ушатайку и поставить лайк. Приятного просмотра! А вы сейчас уже в Америке, я так понимаю, что на... Ну, вообще, да. Не то, что постоянно. У меня цель, надо гражданство получить хочу. И, возможно, в России опять уеду. В Москву. Хочу в Москву. Надо все-таки наших поднимать. Просто и тропу протоптал. Здесь надо оттуда, ребят. Все равно весь блок здесь. Я имею в виду разрабатываются деньги здесь. И наши ребята едут сюда и попадают не в самые лучшие условия. Не в самые лучшие, как говорится, руки. И многие здесь вот хереют. Я даже знаю моменты, что специально проигрывают, чтобы ехать домой. Чтобы с ними разорвали контракт нафиг. И все. Они свободны. Подождите, подождите. Вы имеете в виду, что наши специально проигрывают? Или что их так ставят? Да, такой был момент. Не-не-не. Ну просто, вы поймите, тут все качество, знаете, Америка. Все вкусно, сладко, хорошо. Тюрьма с усиленным питанием. Ты сидишь в шестерых стенах. Особенно спортсмен. Он ничем не занят. У него утром, ну вот представьте, скейджел в расписании. С утра просыпается зарядка, да? Там, пробежал. Потом покушал. Потом отдохнул, отдохнул. Там вторая тренировка. Спарринг, еще что-то. Ну, я обратно говорю. Потом обед. Потом он опять спит. И там, скажем, сонный час. Потом у него вечерняя тренировка. И вот все между ними в это время надо чем-то занять. Это очень важно. Очень и очень важно. Многие себя не находят, они с ума не сходят. Потому что, ну, заняться и пообщаться не с кем. Заняться нечем. И, ну, с ума сходят. Реально с ума сходят. И они говорят, нахер, мне это Америка. Хочу домой. И не хочу больше ничего. Ну, поэтому есть вот такие моменты. Я сам это проходил. Я знаю. Я занимал свое время. Я там ходил машины чинить специально. Мне нравилось разбирать машины. Я покупал там одну битую, другую утопленную. И вот перекидывал с одной на другую. Ну, чисто занимал свое время. Ну, тренировки были. Тренировки всегда. Я их никогда не пропускал. Это на первом месте. И я занимал свое время. Одно время я просто катался. Ехал в одну сторону, когда-то с 300. Я поэтому всю Калифорнию очень хорошо знаю. Потом на север, на юг, на восток. То есть во все стороны. Ехал. Просто тупо катался. Заезжал, смотрел. Мне это нравилось. Так я убивал свое свободное время. Это очень важно. Занять свое свободное время. Конечно, я жалею. Надо было учить английский на тот момент. А не кататься куда-то там. И машины разбирать. А я вот что-то не на то немножко упор поставил. Потому что сейчас не очень сложно. У меня нет хорошего английского. И очень слабо пока разговариваю. Но вы же сейчас тренируете, получается. То есть в частности те, кто просто занимается боксом для физкультуры. Да, но языка на это много не надо. Хватает. Но все равно лучше, чем по-русски. Я никому ничего не объясню. Поверьте. Тут иногда пару ласковых скажешь. Мать одному по-русски все понятно сразу все встает. По-английски очень сложно. Понятно. А у вас в основном кто занимается? Американцы или иммигранты из страны? Американцы. Есть и американцы. В основном наши русскоязычные. Основная масса. Вот. И американцы есть тоже. Но их мало. Сколько у вас? Мексиканцев нет. Мексиканцев нет. Потому что они только кубексом ходят. У них они как патриоты. Они даже видят вот... Вот они в зале видят, что я реально вещи хорошие даю. Они придут, спросят. Почему это так, а не вот так. Но никогда нигде не придут. Тренировки. У них прямо все. Наши это самые лучшие. Самые... Мекси это самое-самое. А сколько у вас, кстати, одно занятие-то сейчас вот стоит? Допустим, в группе просто позаниматься? Ну, у меня стоит даже... Я же в зале, я арендую время. И у меня, грубо говоря, я получаю 100 долларов в месяц с каждого человека. На жизнь хватает сейчас вам-то? Лично я. Не, ну у меня есть персональные тренировки. Персональные у меня стоят 100 долларов в час. На которых я, в принципе, и живу. Ну, кроме группы. Просто не будет группы, не будет персональных тренировок. Плюс я всячески там... Я не сижу на месте, знаете, вот... Приезжу... Там меня приглашает, меня товарищ, пианомовер. Он пианино переносит. Ну, то есть, заносит как будто на второй, на третий этаж. Неплохие деньги. То есть, он мне звонит, помоги. Я не могу занести там пианино на третий этаж. Я подъезжаю буквально 10-15 минут, там 60-80 долларов положил в карман. Вот. Ну, и поехал дальше. Ну, что делать? Здоровье пока есть. Отовсюду. Не, ну, на сегодняшний момент мне хватает. Понятно, что это не то, чем я бы хотел заниматься. Потому что, ну, главная моя задача... Я мечтал стать чемпионом, я стал. И теперь моя следующая цель, я хочу воспитать десяток чемпионов. Даже не одного, а десяток. Ух ты, мощный. Да, да. Не, не, один это не показательный. У меня сейчас есть очень хороший боец. Лерики Гугохия. Грузин мальчишка с Украины. А он же кикбоксер, по-моему. Очень хороший. Он кикбоксер очень хороший, да. Алло, алло. Он перешел в бокс. Вот. И уже 12. Он перешел в бокс, и уже 12-0 у него рекорд по боксу. Хорош. О каком он весе? Напомните, пожалуйста. Я его спустил в 140. Он начинал в 69, потом в 66,6. Сейчас в 140 пантов я его спустил. 63,5 килограмма. Ну, потому что он... Мальчик. С этим коронавирусом проблемы большие сейчас, видите. Никому ничего не дают. И вот уже мы должны были на днях вот боксировать 30-го числа. Все отменили. Так обидно. Готовились, готовились. Пахали. Все готовы, офигенно были. И все отменили. Все. Вы в Голливуде, получается, живете? Я живу прямо в районе Голливуде. Да, у меня, грубо говоря, из окна надпись видна «Холливуд». То есть я в этом районе. Там больше всего русскоязычных живет. Вот. Но я не от того, что там, именно там, захотел жить. Просто там удобная локейшн. Со всех сторон. Можно во все стороны доехать. Ну, то есть очень удобно. Для меня это удобно. То есть я живу там, где мне сейчас пока удобно. И самые хорошие эти, потому что очень много бомжей. Очень много всякой там наркомании и прочее. Ну, что делать? Грязно. Такое, знаете, бомжи там запланили, конечно, все. А почему так много бомжей в Америке? Они надо платить ни за что, потому что. Потому что жилье, которое я плачу, стоит 1600 долларов в месяц. Это не дешево. Это однокомнатные квартиры по-нашему. Вот. И люди, зачем платить, если он разместился. Если этот барьер прошел свой, не все могут вот так жить, как он. И вот они приспосабливаются, они находят бесплатную еду. Там куча моментов в церкви, как вам придите, а бесплатно накормят без проблем. Он в определенное время кормит людей бесплатно. То есть они-то хорошо себя чувствуют, одним словом? Был такой случай интересный. Один бомж, ну, почему бы у него репортаж показали. Это много лет назад, 10 лет назад. Он выиграл 9, 12 миллионов долларов, ну, лотерею. И буквально проходит месяц, и он выигрывает еще 80 с чем-то, представляете? Офигеть. Ну, то есть, почему вот его показали, да. То есть ему, ну, фортануло два раза подряд. Буквально вот прям вот один и сразу еще раз. И показывает про него репортаж. Он живет в палатках, опять же, представляешь? И говорит, слушай, а ты почему так живешь? Ты же можешь себе позволить дом шикарный купить, там, слуг, мол, ну, там, что хочешь, прислугу, там. Он говорит, а я не хочу эту жизнь, мне все устраивает. А куда же он деньги-то делал? Не классный. Я, говорит, деньги положил на счет. Я, говорит, очень хорошо питаюсь, кормлю своих друзей. То есть, там такие чумазненькие стоят рядом с ним, улыбаются. Он черный, черный, афроамериканец. Ну, ладно. То есть, я, говорит, кормлю вкусную, хорошую еду своих друзей. Я, говорит, не хочу свою жизнь менять. Все, вот этим все сказано. То есть, это его образ жизни, ему это нравится. А уровень преступности, там, кстати, высоте, вот у вас, допустим. Очень много, очень много. До сих пор банки грабят, как вот у нас, там, много-много, там, 50 лет назад. Здесь до сих пор, слушайте, ну, реально опасно. Товарищ, ну, знакомый шел, выпил немножко, поэтому ходил. Ну, обычная работяга, у него крест на шее с цепочкой жирной такой был. Выходит, все, четыре черных выскакивают. Ну, он сразу понял, что что-то сразу одному бьет. Ну, а сзади, там, например, придушили его, сняли все, и цепочку, и крест. Ну, крест он потом нашел, там, но они сорвали. Крестик слетел, на цепочку все они вырвали. Прям вот буквально в центре Голливуда, рядом с магазином, в супермаркете. Такая большая преступность, я говорю, вот такая вот. Очень-очень много вариантов. Ну, смотрите, сейчас, наверное, у тех, кто нас послушает, такой, знаете, образ Америки сложится, что будто бы там, прям, загнивающий Запад одним словом. Что там хорошего? Не-не, я говорю, а здесь, здесь, не, много чего хорошего. Вот одно из, я вообще, вот прям удивляюсь, насколько вот едешь по дороге, да, самое простое, например, и на каждом перекрестке огромными буквами написано пересечение твоей улицы. То есть, ну, не надо, как у нас, помните, там, какая улица. Тебе надо на угол дома, там, посмотреть, посмотреть здесь вот табличку, которая, как правило, оторванная. Ее там нет, этой таблички. Ну, то есть, замучаешься искать, здесь все четко. Вот такая улица Шерман-Вэй, там, Рокки-Парк, там, какая хочешь улица, Десота, все, все написано, все. То есть, настолько упрощает тебе жизнь, поверьте мне, ну, да, это мелочи, да, это ни о чем, но все из мелочей складывается. Ну, и плюс, я говорю, вот сейчас, да, коронавирус людей так поддерживает. Мне вот пришли какие-то деньги, 600 долларов на счет, я не знаю, что за деньги, а это вот чисто государство послало мне в поддержку. Я правда не знаю, что за деньги. Но вы не болели? Наверное, болел, потому что я себя плохо чувствовал. Ну, я к тому, что не вперед болезни это было. Просто мы не работаем официально, мы не работаем. Нет, нет, конечно. Я каждую неделю получаю 450 долларов. Просто там. Каждую неделю. Это всем платят, те, кто сейчас не работает официально. Я официально не работаю, понимаете? Я, как бы, я на себя работаю, поэтому никто не знает, что я работаю. Ну, и, как бы, тех денег, что я зарабатываю, их все равно мало, как бы, прокормить себя, ну, по большому счету. Поэтому мне доплачивают эти деньги. Это всем, всем, кто подал на unemployment, такая есть программа, малоимущие. Кто не может сейчас, вот, и в период коронавируса, понимаете, те получают эти деньги. То есть я подал поздно, к сожалению. Уже люди год назад уже начали получать эти деньги. Я подал вот только месяц назад. Ну, немножко опоздал. Ну, то есть все сделано. Тут вот едешь, да, вот каждое, не каждое утро, вот через день, я заметил, рядом с домом лотки стоят. Те дают бесплатно сыр, дают, много сыра. Там спрашивают, сколько людей с тобой живет? Трое. Мне дали, ну, килограмм пять сыра. Да, он, конечно, не самого хорошего качества, я имею в виду, там, ну, и... Ну, знаете, сыр, который можно потереть на терке, знаете, вот, засыпать там макароны, знаете, вот такого плана, брикетного. То есть, ну, и вот, и кушать, конечно, можно, но не самый вкусный, скажем так. Неважно. Мясо мне дали, котлеты какие-то, которые, правда, невозможно есть, но если очень хочется, если нечего кушать, то, знаете, и можно сажать. То есть, ну, просто так, не спросили ни, как тебя зовут, ничего, спросили, сколько людей с тобой живет, и просто дали тебе два ящика. В этом ящике, там, куриные котлеты в одном, полный ящик, здоровенный, там, килограмм, наверное, на этом, ну, восемь тебе дали на трех человек. И килограмм, наверное, восемь сыра тебе дали, всякого разного. Ну, то есть, вот, и там, в следующий день еду, гляжу, еще что-то дают, там. Ну, то есть, постоянно людей подкармливают. Это грамотно, грамотно, очень грамотно. Сейчас, правда, всем многим тяжело, понимаете. И, ну, я, конечно, раньше так не очень эту Америку любил, но сейчас я вижу, начинаю немножко даже восхищаться такими моментами. Правда. Забота о людях, в общем, есть там. Да, и намного больше, чем в России, к сожалению. К сожалению, намного больше. А к вам там, кстати, Олег Токтаров в гости-то не захаживает, он сейчас достаточно долго был в Америке, и он, по-моему, живет. Да, я слышал, да, но я с ним не общаюсь, знаете, у нас там свои моменты. Это его жизнь, пускай живет, дай бог. Но я не хочу с ним общаться. Я-то просто помню, что вы раньше общались, он вас даже вспоминал, так скажем, хорошими словами. Был момент, ну, не знаю, как хорошим, я слышал только, что он про меня всякое говно говорит. Ну, это его дела, все, пускай все будет видно, останется, как говорится, при нем. Понял. Ну, а вы с ним вместе тренировались, получается, когда-то, как я понял, или там что-то... Мы в одном зале просто тренировались, и, знаете, такой момент был, когда я всем боксерам говорил всегда, говорю, если ты заведомо сильнее своего соперника, если ты сильнее, то, ну, не надо его избивать. Ну, смысл бить чайника какого-то? Ну, нет смысла. Ничему ты не научишься, вообще ничему. Просто дай этому чайнику, слабому, скажем так, побить себя. То есть не то, что побить, а ты только защищайся, ничего не делай, а защищайся. И вот я поставил парня, который вот у меня бьет как... он слабый, просто не было хороших спарник-паттернеров на тот момент. Я пришел в зал, нет никого, ну, что делать, в спарах надо постоять, это важно для меня. И я его поставил, он давал меня бить с обоих рук. Просто вот как собаку. Я ничего даже не отвечал ни разу, никуда, ни в горло, ни в корпус, просто защищаюсь. Потом ко мне подходит, тут же такой был Марио Лопес, может быть, вы слышали, очень известный. Он сейчас ведет там, он в Федоровиче всегда ходил в зал. Марио Лопес такой бессиканский, там, челезвезда, скажем так, их. Он сейчас радио ведет, там, многие программы, шоу и так далее. Он говорит, слушай, а можно я тоже тебя побью? Я говорю, ну, давай. Он меня там в раунду 2-3 пытался ударить, но я настолько отрабатывал защиту именно. И не просто защиту, а активную защиту. Ну, это боксерский термин. И тут Токтаров такой говорит, слушай, давай я тоже тебя побью. Я говорю, ну, давай. И вот, честно сказать, больше всего я пропустил от Токтарова. Ну, вот так бывает. И он такой, ой, я тебе больше всех попал. Я говорю, ну, да, блин, больше всех, согласен. Ну, так с тобой он более нестандартный такой, никак боксер. Поэтому я и пропустил от него больше всех. Так что вот так вот мы тренировались вместе. Пару тренировал по-преке. Вы еще в 2009 году сказали, что написали книгу. Вот. Но она так и не вышла. Да, но я не могу издать ее. Да, я не могу издать. Книга, правда, очень, очень хорошая. Серьезно. Она бы... Ее читали у меня многие... Одна девочка бегунья читала. Она в сборной России пошла, говорит, слушай, мне так много эта книга дала. Вообще очень много. Ну, то есть она не только там даже боксерам, единоборствам, по-моему, сильно поможет людям. Но она просто даже вот спортсменам, которые были на высоком уровне, они понимают, о чем я там пишу. Не могу ее издать, но... Ну, как бы я даже сейчас бросил это занятие, надо просто редактор хорошего найти, показать ему ее, и... Ну, надо издать ее все равно. А у вас просто рукопись получается? Да, она у меня рукопись такая вот в черном формате. И самое интересное, люди меня просят, кто я прочел, он говорит, Ром, не изменяй ничего. Ну, я думаю, надо ее редактировать, там, профессионалами. Они говорят, не надо ничего менять. Вот оставь, вот именно моим сленгом, моим языком она написана. Вот как я. Я лично сам ее писал. Сидел и писал. С какого страниц у вас там получилась? Там немного, там, конечно, ее надо набрать картинки, фотографии. Там пишу о Кричко, там, из Кричко фотографии, пишу о Тайссе, там, о Тайссе фотографии. Ну, я так думаю, что вот так было бы здорово сделать. Настолько откровенно оно у вас получилось? Очень откровенно. Поэтому и людям это нравится. Я просто помню, вы говорили тогда, что у Валуева она такая... Я имею в виду, что про книгу Валуева, что она такая... Он не может писать, да, правду, а мне нечем скрывать, там, правда. Ну, настолько классная она. Вот она открытая, вот как она есть, на самом деле, в оригинале. Потому что, ну, ну, не было бояться, серьезно. То есть люди знают правду. И прежде чем пойти в там профессиональный спорт вообще, не только в бокс, они понимали, куда они окунаются. В какую путину они стрянут, какие проблемы будут сталкиваться. Ну что же, давайте тогда немного, так скажем, пробежимся. Это, конечно, будет мне книга. Но в любом случае, я думаю, что будет интересно людям послушать о вашей карьере. Но давайте начнем с того, как вы оказались в Петербурге. Потому что, я помню, вы рассказывали, что переехали туда, так как успели похулиганить в Казахстане, где остались после армии. Как вы... Да, немножко, да. Тогда были времена другие, либо ты в компашке такой, либо ты чимо, как говорится. Конечно, я выбрал, что я не чимо. И что творили? И, ну, там, не хочу вспоминать, конечно, дураками были, молодыми, что надо было... Понимаете, я там тренировал группу здоровья, и весь район ходил ко мне, все ко мне. И, естественно, так получилось, что все ко мне приходили, вот там обидели нашего парня ни за что. Ну, давай разберемся. И мне, хочешь не хочешь, приходилось, занял такую роль, как бы, не то, что лидера, но надо было помогать нашим, нашего района ребятам. И мы там шли, разбирали, драли, там, и что-то не было. Вот. И что только не было, говорю. Хорошо, что вот, слава богу, что я вовремя, вовремя, что уехал я вот в Питер. Потому что мне тренер говорит, уезжай, Роман, тебе надо, говорит, Казахстан, говорит, все, ты перерос с его, надо, говорит, ехать куда-то, расти дальше. Потому что ты должен, ты станешь, и опять же, говорю, спасибо, хочу сказать, Куаныш Сапевичу Олахасу, вот ему тренеру с Уральска, который мне первый во мне увидел, вот, чемпиона, говорит, ты станешь чемпионом. Я даже не мастер спорта, говорю, Куаныш Сапевич, езжай, ты станешь большим чемпионом. И он меня, не то что отправил, там был момент, меня в Саратов взывали, там институт давали, там, съемлю квартиру, все, в Саратов боксируется. Он говорит, не, не, Саратов, там болото, ты там не прорвешься. И вот был момент в Питер уехать, я уехал в Питер. Вот так я попал в Питер, где опять же попал в такие круги, где прихожу в какой-то зал, там, там, бритоголовые, ну, они все были на одно лицо, все, там, в прошлом мастера спорта по боксу, по борьбе такие все, бойцы. Там, что, боксер, что ли? Ну, да, занимаюсь. Дошли, постоим в парах, посмотрим, что это за боксер. Ну, я одного на задницу посадил, раз, там, второй такой, ну-ка, давай со мной. Я второго приземлил. Там, третий мальчишка, мастер спорта в прошлом, ну, там, с ним уже, ну, как бы, ну, не то что там, ну, я вот там, он такой, нифига себе, кто ты, откуда, чего, пошли к нам. Там, мне на тот момент обещали тысячи долларов зарплата, квартиру можно было за 200 снять, однокомнатную в Питере. Это мне зарплату тысячи долларов обещали, машину дарили новую, и, 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 я говорю, а что я должен делать? А, снимали квартиру, зарплата и, ну, и машину новую. Вот такое, такие вот с вступлением в банду, скажем так. Я от этого всего отказался. И я помню старший, там, Дмитрий его завалил, он говорит, слушай, ты там таких, блядь, миллионы, там, один на миллион прерывается туда, ты хочешь? Я говорю, нет, нет, я по боксу пойду, я говорю, я не хочу. Я понимал, что я был в Казахстане, я знаю, что это такое, что меня бы первого подставили и слили. Я поэтому говорю, нет, 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 я говорю, я по боксу пойду, говорю. Они такие, да там единицы пролазят, там таких миллион, и они, он, нигде. Я говорю, я буду пробовать. И потом проходит где-то полгода, я встречаю этого Диму, какой-то в Фуфаге, какой-то в Волге ездил, там, Паджеро, 600-е Мерседесы, вы помните, там модные были, 90-е. И он такой ныкается, я говорю, Димон, что за дела, он говорит, ты в бегах туда-сюда, это убили, это сидит, это убили, я говорю, да вы что творите, там. Он говорит, видел тебя по Евроспорту, говорит, какой ты молодец, говорит, нифига себе, говорит, круто, молодец, я горжусь, что тебя узнаю. Ну, то есть, вот такие моменты, то есть, поэтому, когда мне говорят, вот тебя погонял, там, сделанный в аду, Мэттенхелл, потому что я такие вещи прошел, что мама не горюла, действительно. Бывало такое, что были близки к смерти, допустим? Очень много раз. Честно вам говорю, не буду их рассказывать, какие-то ситуации. Дальше еще хуже началось, там, когда я в Европу перерос, да, и стали избегать меня в Европе со мной боксировать. Ну, когда я уже стал избегать Европы, там, отстоял четыре раза ее, и все, и нет боев у меня, я жил, у меня ни спонсоров, никого не было. Я жил от боя к бою. И я понимал, что надо все, уезжать. И я уезжаю в Америку, и меня здесь никто не ждал, я сам, я сам взорвал контракт, нашел адвоката нужного, который мне помог, я очень благодарен ему. Поляков Юрий Алексеевич, который написал правильное письмо в организацию, ну, слушай, я очень благодарен людям, которые вот, ну, по жизни, действительно, они настоящие, они по сей день со мной, помогают мне. Ну, поэтому, дядя Юрьки, Полякова и Алексеевича, отдельные прямо благодарности, спасибо им большое. Сильно мне помог, по жизни. Вот, я помню, вы давали интервью HBO, если не ошибаюсь, перед боем, перед боем с Аумой, точно, вот, и вам там сказали, что он на войне бывал, и у него там и ранения есть, и вы сказали, вы не знаете, что такое. Я говорю, вы знаете, что такое в России в 90-х, а что такое в России, и там сидел главный HBO, он сидел нас против, просто слушал. Один журналист спрашивал, а он сидел, дядька сидит такой, в часах дорогих, в костюме такой солидный, просто типа слушает рядом нас против, а этот по мою сторону в стола сидел, со мной разговаривал, журналист. И я говорю, знаешь, что такое, я говорю, а знаешь, что такое в 90-е годы, а что такое, и тот подключается, сам такой, а что такое, я говорю, ну, когда вот ты идешь, говорю, на встречу три человека, ты не знаешь, пойдешь ли ты просто так, тебе не дадут по башке сзади, они снимут с тебя все, что-то, в чем-то одет в дорогом. Либо, говорю, заходишь в подъезд, я долго объяснял, что такое подъезд, парадный, и тебе сзади как-то долбанут, там темно всегда, никогда лампочка разбита всегда, никогда не было света, и пройдешь ли ты вообще нормально. Они такие, да ладно, ты что, и сейчас до сих пор так? Я говорю, нет, слава богу, сейчас такого нет. Но такое было, такой вопрос. Это, говорю, настоящая война. Это, говорю, страшно, когда ты ходишь и среди своих можешь получить. А когда у него война, он сидел в окопе, там люди, которые нас против сидят, он знал, что они враги, он их стрелял, они его пытались убить. Вот, говорю, все. Очень все просто. Он в шоке. Он настолько проникся ко мне, что он после боя ко мне пришел, говорит, я знал, что ты, говорит, выиграешь. Ты, говорит, сейчас езжай в Россию, ты единственный чемпион мира, говорит, Костя Дю у вас был, проиграл. Ты, говорит, сейчас единственный, говорит, я, говорит, сейчас буду предлагать контракты всякие, говорит, там, сниматься там, там, там. Показ одежды, там, везде, говорит, иди, зарабатывай деньги, боксер зарабатывает основные деньги, говорит, не из боев, говорит, а то, что крутится вокруг боев. Честно вам скажу, не было ничего, ни одного предложения, потому что страна в такой жопе была в тот момент, что не было ни одного предложения. То есть, когда меня спрашивают, что тебе Россия, матушка, дала, я говорю, хрустальную вазу, у меня стоит она до сих пор дома, но вот, больше я ничего не получил. А что за ваза? Ну, просто подарили мне, вот, я помню, в моем городе хрустальную вазу, такая дорогая, красивая, вот, с кого-то хрусталя, вот, все, то есть, то сейчас людям больше повезло, нашим, нашим чемпионам квартиры дарят, там, в своем городе, там, за достижения в Москве и так далее. Ну, вы, Женька, когда, кстати, в Петербург-то переехали, вы же рассказывали, что вообще-то чуть ли не голодали и что вас спасали сахаром. Да, был момент, я говорю, вот, мы сидели с товарищем на кухне, я говорю, Женька, ну, мы с ним приехали вместе, мы вместе тренировались, я говорю, я им очень благодарен тоже, Женька, Сипичко, я говорю, Женька, у нас, говорит, денег хватает, достаем мелочи с кармана, там, все выгребаем, хватает, только вдвоем съездит на тренировку, мы батон не покупаем. Я либо говорю, кто-то один из нас едет и покупаем батон, и вот мы с чаем сладким забивали в желудок, чтобы, чтобы, ну, можно было как-то протянуть до вечера, а вечером у нас макароны были, мы их отваривали. Вот такой был рацион у нас, вот такая была цель, мы шли к своей цели. Хорошо, что Женька молодец, он говорит, Роман, все, я пошел за батоном, езжай один на тренировку, тебе больше не надо. То есть, как бы, другой бы сказал, а что это ты, давай жребя кинем, кто поедет. Он молодец, я ему благодарен, что он меня отпускал именно на тренировку. Вы же ведь тренировались в одном зале с Николаем Валуевым, который тогда, как я понимаю, что... Да, в школе мы лет 10 вместе в одном зале пробыли. Лет 10, наверное, мы, вот, коричек. Не, он во многих залах был, но в наш зал тоже очень часто приходил. Его-то в бандиты тогда не звали, все-таки у него такая фактурная внешность, что там при одном его виде можно все, что хочешь отдать. Вы знаете, я не буду за ним ничего говорить, ну, потому что это как минимум неправильно, потому что он сам о себе расскажет. Но в те времена там сложно было, наверное, этого избежать. А как вообще тогда оценивались его перспективы в профессиональном боксе? Ну, он был очень медленный. Честно сказать, Коля молодец, он все-таки стрельнул, он добился. Потому что, ну, я думал, что, если честно, все, что он настолько медленный, да, он большой. Но, да, можно было из него что-то сделать, но надо было использовать другие рычаги. Там надо было бить, вот, как вот, он бил одними, он из-за того, что он медленный, он бил одними руками. Из-за того, что руки там такие огромные и тяжелые, было больно людям, да. Но если бы он использовал корпус и, как бы, как говорится, бил ноги, там ни одна бы защита бы не выдержала. Понимаете, от того, что он огромный, Балуев настолько огромный, что там он бы пробивал через защиту, люди падали. Да, это было бы, наверное, намного медленнее. Ну, этого бы достаточно было людей свалить. Ну, удар сильный у него, то есть. Ну, он не то, что сильный, он просто большой. Вы поймите, масса, помноженная на скорость, вот это такая сила удара. Вот, из-за того, что он просто большой, само по себе, у него сильный должен был удар, тяжелый, скажем так. Там можно было сбивать с ног, только вот правильно нанесение. А он из-за того, что он хотел побыстрее ударить, скоростью взять, он бил одними руками. А это, к сожалению, ну, как бы не так сильно. А вы смотрите, у Балуева за всю его карьеру более-менее смог потрясти, по-моему, только Дэвид Хэй за профессиональную. Ну, соответственно, в нокдаунах-то он вообще никогда не был. А на тренировках такое бывало, чтобы его кто-то ранял? Бывало, бывало, я видел. Такое лично сам, я не буду просто, ну, это как минимум, наверное, некрасиво, но я видел такое, что даже Коля и даже падал. И было такое, что тяжело падало, знаете, такой грохот стоял, мама не гореть, там все аж. Извините, а кто ж его смог уронить-то, расскажите, хотя бы фамилию назовите. Не-не, не буду я даже не забывать, я даже не помню фамилии, вот, фамилии не помню, но такое было. А с тем из ММАшников вообще пересекались, потому что в 90-х, в первой половине... Харитона Серега, да, с ним вот там пробовали какие-то тренировки. Потом Заяц был такой... Из Рэддэвил, да, известный боец достаточно, Михаил. Вот, с Мишей мы много тренировались, ну, вот, как бы... Ну, все, вот, с такими вот известными с ними. Роман Зинцов там, допустим, не помню. Нет, нет, я с ним ни разу не видел. А с братьями Мирьяненко, они потом в 2003-м, они же переехали в Петербург? Нет, тоже не помню, даже с Федей хотел познакомиться. Даже был момент, что они сидят в ресторане с моим менеджером, Стивеном Башем. Его менеджер тоже, он помогал по Америке тоже. А, да? Федя, да. Интересно. Он говорит, мы здесь сидим, говорит, тебя ждем, говорит, приедьте. Я говорю, блин, а я ехал уже на рыбалку, уже 100 миль, уехал, ну, грубо говоря, 150 километров уже отъехал. Блин, я уже далеко, говорю, сори, не могу. Так и не познакомился с Федей, но я думаю, мы еще познакомимся. Насчет Тайсона, вы рассказывали историю о том, как с ним все подряд фоткались, он разозлился, но ему, так скажем, намекнули, что если он дальше будет злиться, то ему будет, так скажем, больно. Да, такая история была, да, давайте уже не будем ее ссорить, эта история, но была такая история с моим товарищем, есть товарищ очень хороший, Марат Капкаев с Москвы, вот, он сейчас тоже пытается ММА, бокс, таких ребят находить талантливых и продвигать, вот. И вот он лично с Тайсоном там общался долгое время, помогал ему, и вот такая история забавная, да, была. Ну, это уже все в прошлом, и, говорит, Тайсон тогда был на порошке постоянно, то есть он там, конечно, неадекватный был. Ага, понятненько. Что бросается в глаза, у вас был испанский менеджер, ну, и, соответственно, достаточно много боев вы провели в Испании, а как так вообще произошло? Ну, это достаточно оригинально. А тогда не было других. Был Энрики Гагуэш, Энрики Иссория, вот, и это два Энрики Иссория, отец и сын под одним именем и фамилией, вот. И они нас вели, они нас вели Шафера, Игорь Борисович такой был, менеджер в Санкт-Петербурге. Они с ним контактировали и видели, что очень талантливые русские боксеры, и давай их тянуть. Поэтому очень много времени, они очень слабые были, конечно, промоутеры, менеджеры, промоутеры, даже не знаю, как их назвать. Ну, на тот момент других не было. Поэтому, кто смотрел в сторону России, скажем так. Поэтому, ну, пользовались тем, пользовались тем, что есть. Сколько тогда вам, кстати, за бои в Испании-то платили? Я вам честно скажу, я помню, ездил, полтора месяца жил в Валенсии, в деревне, готовил одного паренька. И мне за это дали бой, восьмираундовый бой, за который заплатили 800 долларов, из которых я еще отдал 30%. То есть я то готовил паренька, там, к чемпиону этого, Испании. Да, он за Испанию боксировал. Он, кстати, боксировал с моим потом обидчиком, кому я, типа, проиграл, Костелеха. Вот он готовил Костелеха у этого парня. Он, типа, равный бой провел, Костелеха тогда отдали. И мне за это заплатили 800 долларов, из которых я еще 30% отдал. Если бы такие были гонорары, да, я шибко там не баловали. Вообще, такой был грабеж, конечно, нас так грабили поначалу. Энерики, конечно, сори, это было что-то. Ну, вы сами тогда... Ну, мы все равно им были благодарны, потому что тогда это все равно хоть какие-то деньги. Я понимал, что я готов был бесплатно боксировать, а тут мне еще деньги платят. Тем не менее, вы тогда дошли до титульного боя, который, к сожалению, проиграли. Причем проиграли, как вы потом рассказывали, за собственного трудоголизма, так скажем, что там вообще была какая-то ситуация. Расскажите поподробнее, что там вообще происходило перед этим поединком с Костельехом. Ну, вы знаете, я был фанатиком, настолько фанател, и самое главное, я боялся проиграть. У меня этот страх появился перед тем, что я проиграю. Это меня люди возвысили, даже журналисты возвысили до небес, что ты самый лучший, ты забьешься. А я понимаю, что я еще не тяну. И я, давай, думаю, надо больше тренироваться. И я начал тренироваться и днем, и ночью, и все, в свободное время. Я встал 2-3 часа спать всего. То есть, и не мог остановиться. Мне психолог бы тогда, может быть, надо было, чтобы он меня успокоил, нашел нужные слова. Я стеснялся этого всего. Мне предлагал шапер, говорит, давай. Я говорю, не-не-не, какой психолог, я сам. И вот пока я не проиграл, я понимал, что я ехал Костельеха проигрывать, потому что я знал, что если я выиграю, я с ума сойдет. Серьезно. Мне надо проиграть, все. А почему? Подождите, ну а если вы играете, может быть. Или вы думаете, что вы бы еще стали бы сильнее просто работать? Я бы еще больше, да, еще больше начал тренироваться, да. Ну вот сколько... Я бы еще больше. Это был ужас, конечно. Это года два длилось. Я просто, я выиграл бои, просто вот непонятно, на чем я их вообще выиграл. По сколько часов вы тренировались в день? Я говорю, я все свободное время тренировался, серьезно. Я что-то пробовал, искал новое, блин, не хотел. Может, это так, а может, вот так. А когда голова постоянно думает только о боксе, ты с ума сойдешь. То есть бокса никакого не будет, будет только хуже, хуже, хуже. Это как физическая форма. То есть ты ее поднял, она две недели держится, а потом она падает. Сколько ты не хотел бы тренироваться, то она упадет. Будет еще больше тренироваться, она еще больше падает. Вот я так себя загнал до того, что я в ноль ушел, вообще в ноль. И в таком состоянии я еще боксировал с Костелеха, и еще и на равных отбоксировал. То есть, если бы это было в России, мне бы еще там отдали победу, поверьте мне. Просто в то, что в Испании отдали испанцу. Вот и все. С женой не поругались, потому что, знаете, когда человек лишний трудоголик, но, соответственно, у него времени на семью-то вообще особо не остается. Ну, я сильно, конечно, отвернул от семьи себя. Поэтому мы развелись на тот момент, потому что она говорит, ну, давай, с детьми хотя бы, все, какой парк, бля, ты не видишь, бля, я ищу себя, бля. То есть, ну, то есть, она, я очень ей благодарен, своей бывшей, что она, вот, знаете, у меня сейчас сын, он приехал ко мне, он в Америке у меня, вот. И вот, и вот он мне говорит, пап, я музыкант, я музыку пишу. Хорошую музыку, правда, пишет. Но пока эта музыка не приносит ничего. То есть, он знакомит с людьми здесь, ну, в нужное место он приехал, Лос-Анджелес, конечно, вот, все. И он, пап, вот тебе, говорит, ты же, говорит, хотел стать чемпионом, я же никто не мешал, дай мне попробовать. И, знаешь, мне сказать-то нечего, он прав. Он реально прав, я говорю, ну, давай, хорошо. Я теперь тебя понимаю, говорю, давай, иди. Я говорю, я тебе даже больше выхожу, я тебе помогу, если надо оборудование какое-то тебе куплю, помогу, вот. Но он, слава богу, пока ничего не просит, мне ничего не надо, я сам все сделаю, сам заработаю, добьюсь, вот. Ну, пускай пробует. То есть, ну, вот эти слова, то, что вот тебе, говорит, тебе, да, тебе же не мешали, говорит, ты хотел, вот, ты фанател. Вот на тот момент тоже, вот, я благодарен своей бывшей Наталье. Она сказала, говорит, вот, я, я, то есть она меня отгородила от семьи, от всего, только занимайся своим любимым делом. Все, я занимался только боксом. Потому что, ну, она могла обострить, и тогда мы уже, уже тогда бы развелись. Как так вышло, что вы ушли от вашего испанского менеджера и, соответственно, стали выступать в Америке уже постоянно? Ну, я говорю, я благодарен, вот, Полякову Юрию Алексеевичу и моему адвокату в России. Золотой человек, который просто безвозмездно помог мне, он говорит, Ром, у меня было как, если я остановился чемпионат Европы и мира, тогда должен пять защит автоматически провести с промоутером. Он говорит, ты, говорит, уже две провел, еще три осталось. Он говорит, поэтому, если, говорит, нечего, говорит, защищать, если мы оставим Европу, то, значит, и защищать нечего. Он говорит, ну, я все, мы, говорит, пишем письмо туда, отказываемся от Европы, и ты, говорит, свободен. Все, езжай, говорит, в Америку, куда хочешь. Мы пишем письмо, и я уезжаю. И они, давай меня судить там потом. Филипп Фондю такой там был. Даже уже не Сори, Сори уже отошел. Это был Филипп Фондю, уже следующий, следующий менеджер. Промотор, менеджер, не знаю, кто он там был. И они меня пытались там судить. В Англии суд. Я оплатил билет Юрия Алексеевича, он полетел в Англию. То есть они офигели, что от меня кто-то прилетел вообще. И он доказал, говорит, ну, а что, говорит, мы это? Они, нет, все равно, ну, в наглую просто, говорит, он все равно, типа, должен. И только потом, когда я понимаю, что у меня проблема, мой Стивен Баш в Америке написал письмо на адвокат сам. И он в своей конторе написал письмо этим в Англию. Говорит, вы что, говорит, вообще офигели. Говорит, вы хотите, чтобы мы вас с Данкингом озорвали? И они там сразу, говорит, извиняемся, все, мы извините, мы что-то перепутали. То есть они заднюю такую включили сразу в Англию. И все, я так стал свободным. Вы работали с Даном Кингом, получается, с 2004 года? Да, как прийти в Америку, да. Сначала там у меня были менеджеры-аферисты одни. Ужас, я первый бой с ними провел. Вот эти аферисты меня затащили к Данкингу и подписали контракт. Купили переводчика, и переводчик мне переводил так, как я хотел услышать. Как это все было? Как это все было? Ну, не было английского, да. Он отвел переводчика, говорит, я тебе там 20 тысяч долларов переведи, там, парня, так, как хочет услышать. Чтобы он подписал со мной контракт. И так и получилось. Я что-то не спрошу, будет бонус, будет, сколько. После, ну, типа, перед боем все узнаешь. То есть, ну, куча обмана была. На самом деле, там, не три боя в год, а два боя в год. Там минимальный гонорар не 50 тысяч долларов, а 25 тысяч долларов. Ну, то есть, кучу-кучу таких этих. Я там доверял этому переводчику. Он мне помог, кстати, переехать в Америку тогда. Но я имею ввиду там нашел менеджеров, которые мне сделали рабочую визу. Но я потом все от них оторвался. Я говорю, я ничего не подписал. Он за меня подписал все. Он ничего не подписал, он все за меня сам сделал. Поэтому я легко и ушел. Я говорю, я ничего не подписывал, мне все, по-не пофига будет. Поэтому я легко от них ушел от этих менеджеров. И перешел, нашел Стивена Баши, который мне помог, не сильно помог Баши. Я им очень благодарен. У меня такое ощущение, что вы большого зла на Дона Кинг не держите. Да, знаете, я не держу. Знаете, почему? Ну, во-первых, если бы не он, я бы не стал чемпионом мира. Потому что он дал мне возможность боксировать за мир, и я ей воспользовался. То есть, если бы не он, возможно, так быстро меня бы никто не подвел в бою, потому что я сколько бы в Европе не дрался с Липом Фондю, с Энрике Сори, я бы там даже такой возможности не дали бы, наверное. Вы рассказывали, что от Дона Кинга очень плохо пахнет. Ну, вы знаете, они черные, большинство, не все, но большинство. Я даже помню, у нас такой был боксер, мы там спарринговались вместе. И я захожу по станировке, он помылся в душу, и он такой мажется весь, там, специально кучу достал, такой, как ведро такое здоровое, полное, всякими там разными ароматизаторами. Я говорю, что это, нафига? Он тело все третит. А мы, говорит, черные, кожа выделяет такой запах, неприятный, говорит. И мы, говорит, забиваем этот запах всякими ароматизаторами. Вот именно от Кинга воняло так же, знаете, какой-то трупный запах, как будто человек вот, я не знаю, дай бог, чтобы такого не это. На похоронах, когда, знаете, труп уже к третьему дню, он уже имеет такое небольшое... Я почему с этим столкнулся, но у меня брат вот в свое время погиб, знаете, вот он у нас лежал дома, ну, это у нас частный дом, как бы все люди прощались, приходили. И вот именно такой запах исходил на третий день уже, когда труп начинал. Вот такой трупный запах от Кинга исходил. Серьезно. Но это не от того, что он там уже лагается живой, ну, просто вот именно кожа так пахнет. А он сам-то это, интересно, вообще понимал? Или ему никто про это не говорил? Стеснялся? Я думаю, они ему, да, стеснялись, наверное, сказать, да. От него подпахивало так неприятно. Ну, выжить у него и дома, кстати говоря, бывали там какой-то... Дома был, да. Красиво, да? Да, был момент, когда очень красиво, да, большой дом, это в Вегасе это было. В Вегасе? Да, ну, в Вегасе. Ну, в каждом городе, я так понимаю, есть дома. В Вегасе тоже. А вы в какой зал в Америке, кстати, поначалу попали? Я у Фрейдера Роучи занимался. Всегда? Абсолютно? Да. Не, ну, я нашел потом еще кучу залов, там, где проводил вторую тренировку, чтобы не ездить в Фрейдер, потому что там вечер, там, там, столько народу, там, все мешают, и их там просят, там, можно мешок освободить? Ну, вот, а что тебя, тебя будут освобождать? Я пришел, я деньги заплатил, мне пофиг. Ну, то есть, нет такого, знаешь, что ты там готовишься к бою, и уступи парню мешок. Ну, блин, похер. Я заплатил, это мое. Вы довольны тем, что именно у Роуча оказались? Ну, вы знаете, на тот момент, даже на тот момент, а то, что имеется, Роуч самый лучший здесь, ну, то, что я видел, понимаете? Лучше нету, нихера. Они тут очень слабые, воспринимают. Очень слабые. Серьезно? Очень слабые. А почему? В чем это выражается? Ну, я не знаю даже. Просто, ну, мне очень повезло, потому что я просто попал, я просто попал к великому, понимаете? Лебедев Игорь Михайлович, это best of the best. Лучше не найти, и не будет на нем никогда. Просто мне очень повезло. То, что я знаю, то, что он мне дал, не даст никто никогда. И я именно сам стал чемпионом мира, никто-нибудь. Я вечером ложился спать, планировал свою тренировку. Утром бег, завтрак, обед, опять тренировка, сон. Все, сам все планировал с вечера. Поэтому я сам готовился. В угол я просто ровно очень нанимал для того, чтобы было имя, чтобы ну, судьи так не докапывались. Потому что стоит, когда знаменитый человек в твоем углу, судьи более лояльны к тебе относятся. Ну, вот чем Игорь Лебедев лучше, чем Фредди Рович? Чем? Я вам скажу, такие вещи, которые, ну, наверное, не знает никто, да? Ну, как правильно соперника добить, например. Есть куча моментов, как правильно добить соперника. то есть, то есть, ну, понятно, Гена Головкина спросил, как добить? Он говорит, да что его добивать? Он и так, типа, болтается, плохо там, бей его и все. Нет. Когда его попал в соперника, он, раненый зверь, опаснее гораздо. Очень бывает, часто начинаешь добивать, подходить, пропускаешь, потому что, думаю, блокер ослабил, что он уже, ему плохо. И ты его добиваешь, и сам пропускаешь, и сам падаешь. Очень часто такое бывает. Здесь надо быть очень, очень, очень аккуратным. Тут надо дернуть, посмотреть, насколько он торчит, насколько ему плохо. Если он замедленный, то все, головой идти к сильной руке, потому что, человек будет бить именно с сильной руки. Это на каком-то инструктивном уровне, когда соперник пропускает. Я тоже пропускал, когда удар падал, да, вставая, я хотел ударить именно с сильной задней руки. Не знаю почему. Поэтому надо ближе к ней идти. Чем ближе, так к сильной руке, тем шансом, что он тебя накрутирует, нет. Не дальше, когда есть разгон руки, а именно ближе. Сократить дистанцию. И оттуда уже все начинает разбивать, его добивать, как говорится. Такие моменты, вот сколько у меня было нокаутов по жизни, сколько тренер был в углу, он мне всегда рома головой к левой руке, или там к правой, если он левша. Понимаете, да? То есть, ну, он всегда все равно переживал там, чтобы случайно не пропустить. Вот. Или как восстановиться после нокаута, нокдауна. Вот ты пропустил, встал, надо дальше боксировать. Как восстановиться? Вот. Надо головой потрясти. Но если ты будешь вот так трясти, то соперник тоже не дурак, он сразу поймет, что ты нокдаун. Поэтому надо обмануть его. То есть, как, например? Обмануть надо, надо, как будто уклон идешь, а сам при этом жесткий уклон, ты голову стряхиваешь. Ну, то есть, это должно быть правдоподобно, ты должен тренировать на тренировках. Уже на тренировках это было правдоподобно, чтобы соперник не понял, что ты пропустил. А при этом ты восстановился. А вот вы еще говорили про работу ногами. То есть, что это самая главная основа в боксе. Это тоже, так скажем, от Игоря Ябедева? Это ваше просто мнение уже. Нет, тут мне больше повезло. Тут я к Игорь Михайловичу не стал, он не дожил, кстати, до моего чемпионского боя полгода. Он умер за 17 дней до важного претендентского боя с самым тяжелым моим боем с Кейт Холмсом, пятикратным чемпионом мира. Самый такой сложный бой, такой психологически сложный бой. Я там сам три раза менялся во время этого боя. И четко выиграл. Красиво, четко. Два раза чуть не посадил. Не добил. Опытный парня оказался. И вот после этого я поехал в Питер и познакомился случайно с братьями капитонов. Это Игорь, это Дмитрий и Саша Капитонова. Один из них выступал на Олимпиаде, марафон бежал за нашу сборную России. Это серьезные люди. Они с Тихоновым фигуристом работали, физику им ставили. С Николичным, Гончар, Овечкин, все к нему приезжали перед сезоном, он им ставил физику. Он говорит, с боксерами никогда не работал, давай попробуем, хочу посмотреть, насколько, ну, как ты. Я помню, Крестовский остров приехал, это Питер, и ему он такой, офигеть, вот это да, они половина не делают, что ты можешь сделать. Хотя я был как бы не в форме, но я просто заедет бокс отдувался, как говорится, хотел показать, что мы не хухры-бухры. Но я вам честно скажу, что если бы не коробка автомат на машине, я бы не уехал. У меня ноги по педалям, такое было переутомление, замедал работу на ноги такую, что я потом неделю как инвалид ходить не мог вообще. Он мне очень много показал, горки показал, стадион, песок, просто там парковая работа. То есть в принципе все одно и то же, но когда ты меняешь психологически, просто понимаешь, что другая работа и тебе легче. На самом деле не легче, еще тяжелее. Ну раз там горка на следующий день, ну через день, все думаешь, фу, слава богу, главный не стадион. А горка еще тяжелее. Там песок, думаешь, фу, слава богу, не горка. А там еще тяжелее. Ну то есть вот когда меняешь это все вот эти, то есть ты психологически не приутомляешься. Ты идешь с радостью на эту тренировку. У боксера первые встают ноги всегда. У всех, у всех единоборцев встают ноги. А почему Лебедев с вами не поехал в Америку? Он не хотел ехать, знаете, очень сильно злоупотреблял спиртным, и он понимал, что в Америке мне дадут пить так сильно. Ну не могли мы с ним, мы боролись с ним сильно, конечно. Он талантливый, очень талантливый дядька, ну вот пил как не к себе. Проблема была в этом. Очень большая проблема, что он сильно пил. Что касается Фредди Роуча, ну почему же его тогда считают таким крутым? А потому, что все лучшие приезжают к нему, выставьте, со всего мира самые лучшие приезжают в Америку. Куда идти? Есть имя Фредди Роуча. Нет, к нему попал Мэнни Пакео, который стрелял, он на нем сделал имя большое, и все думают, что они такими станут с Мэнни Пакео тоже, и все идут к нему. Понимаете, да, смысл? Тогда был Санчес, Гена Головкин к нему попал, все узнали Санчеса, все хотят к Санчесу, все, нету, Гена от него ушел и забыли, кто такой Санчес, все, все очень просто. Пакео сейчас уйдет, и все забудут, кто такой Фредди Роуч, понимаете, ну не сразу, но все забудут. Но в чем сильные стороны Фредди Роучи, они же ведь наверняка есть. Не, он из того, что есть, я говорю, вот я много тренеров здесь повидал, он понимает в боксе, он это, ну вот, знаете как, они развивают лучшие стороны, лучшие стороны боксера, а ты так хороший в этом, в дальней дистанции так хорошие, они тебе еще лучше делают, они развивают слабые стороны, я считаю, они развивают те стороны, которые ты отстаешь, понимаете, вот я от обратного иду, они наоборот, вот у них тут все построено на то, что вот они тебя смотрят, он видит, хорошо, что он видит твои лучшие стороны и их развивает, другие их вообще не видят, просто делают на автомате работу определенную, которую он делает, своим боксером предыдущим 10 лет назад, он так и будет одно и то же делать, он ничего больше не даст, а, знаете, бисмарт, будь умным, все. А можно ли сказать, что он вас душу вкладывал, фрагировщик? Нет, он ни в кого не вкладывает душу, он относится к работе, как к боксу, как к работе, все, все, пришел, ушел, он забыл про тебя, это наш тренер нас душу вкладывал, Лебедев, вот он нас вкладывал душу, действительно, он жил нами, мы встречались в воскресенье, он нам показывал специальные бои, мы их просматривали, он нам показывал сильные стороны, какие-то вещи, комбинации интересные, полезные для нас, для всех, и он даже уставлял думать, думали, мыслили, это важно, то есть, там настоящий был бокс с моим тренером, а здесь, это так, если ты талантливый, ты пролезешь, нет, значит, ты дебил, все, все в сторону, придет следующий, вот у них такая тема. А сколько всего, кстати, у него было боксеров, у Фредди Роуча, в тот момент, когда вы с ним работали? Я не знаю, чемпионов 10 уже было, в тот момент, было много боксеров, просто, я-то, еще раз говорю, я сам тренировался, я, он просто вставал, спарринги, он иногда встал ко мне в угол, там, что-то подсказывал мне, что-то я брал, что-то я просто пропускал, знаете, работай больше левая, работай больше правая, вот такие подсказки были, где рейсник, то есть, больше он ничего, такие обычные фразы, ну, я просто вставал в угол, и все, иногда. Он вам хотя бы что-то дал, то есть, та работа с ним? Нет, вообще ничего, честно, в главе. А ему болезнь Паркинсона каким-либо образом мешала в работе, как, по вашим ощущениям? Ну, сейчас мешает, она его, он трясется, конечно, ему тяжело отдать должное, он лапы держит до сих пор, молодец, ну, он молодец. А, слушайте, а вот на вашей памяти, кто, а лучше всех в боксе держит лапы, ну, это же тоже особое умение, определенное? Я не знаю, мой тренер вообще не держал лапы, представляете, Надо же. Вообще не держал, представляете, мы взросли, вот я стал чемпионом, Дима Кириллов, тоже у Лебедева был, тоже стал чемпионом мира, Европу стал, я выиграл, Ильин выиграл, Леша Ильин, Зайцев Саша там был тоже, ну, он там свой был тренер, но он тоже был, и Стеренко Максим тоже был свой тренер, но он был рядом, там Егупов, вот чисто, Криволапов, Миша, такие вот, ну, яркие боксеры, которые были с Лебедевым. А вот самый талантливый боксер, которого вы встречали за свою карьеру? Ну, вы знаете, я вам скажу по-другому, в этот момент, я с Джеймсом Тони, слышали они, тушите свет, тяжеловечный, да, вот я стоял в парах раз пять, и я очень много от него взял, очень много, то, что там, ну, там Михайлович об этом говорил, что надо вот так делать, ну, я не понимал просто, ну, он не донес до нас, как, для чего это, и зачем, когда я стал в парус человек, мы начали это делать, и, блин, настолько фиктивный, я там пропускал от него, да, супертяжелого, и он успевал меня ударить, это активная защита, и после нее контратака, ну, это круто вообще, я от него очень много взял, и когда мы с Фредди как-то общались, и он сказал, что талантливее, чем Джеймс Тони, он не встречал, он просто лентяй. Он же экспрессивный, еще сам по себе такой. Да, он такой, язык грязный, он всех, ну, ему надо всех обострать, сдали обязательно, он придет там всех, ты, сука, иди нахуй отсюда, прям, то есть там люди в шоке, обычных людей, когда там пришли, там пришла женщина с ребенком, ты, ты что сюда, пизда, пришла, представляешь, в шоке вообще, вот эти глаза, иди нахуй отсюда, блин, твое место здесь, место мужиков, а к другому подходит, а ты что, давай, одевай перчатки, я тебе жопу надеру, слушай, ну ты тяжеловес, я там средневес, он говорит, ну и что ты обосстался, то есть вот он весь, все его там ненавидели, весь зал там против него, вот это, а он довольный ходит там, кайфовал от этого, вот это его состояние, я не знаю, по-моему, там психика какая-то проблема, видимо, была. Да уж, а с вами у него какие были отношения? Нет, он меня очень уважал, объясню почему, я помню, я прихожу в зал, и он всем подходит, давай со мной, давай со мной, я вообще говорю, слушай, плати деньги, а он оказывается, фразерочка мне подходит, говорит, Ром, помоги, постой с ним в парах, он супертяж, он 110 весит, жирный такой, он говорит, слушай, ему все равно полезно, потому что никто с ним не хочет, бесплатно, ему дали 80 тысяч долларов, он эти 80 тысяч потратил на бриллианты, золото, бриллианты, ну, не на спарринг-партнеров, а никто бесплатно с ним не хочет, говорит, постой, пожалуйста, и я говорю, ладно, хорошо, я бесплатно с ним спарринговался, и я, помню, так его избил, блин, ну, он так терпит, конечно, блин, вот я там, говорю, я вот чухнул его, как с ним надо, и я просто начал разбивать, на микропаузу, я микропаузу, там, сложно объяснять, ладно, но я его избил страшно, при всех прям, и он ко мне подходит, ты станешь чемпионом, ты будешь чемпионом, то есть, при всех там, как он белому сказал, там, хорошие слова, на руку пожал, ты будешь чемпионом, я действительно, там, через три месяца стал чемпионом, у него, то есть, было какое-то, так скажем, не очень хорошее отношение к белым, ко всем, ко всем, не, 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 ему пофигу, белый, черный, зеленый, все равно, он ко всем, ясно, абсолютно, ко всем, а он там был самый хам в зале, или кто-то был еще похлеще, чем он, не, не, он был самый хам, самый, самый, потому что вы тогда, я помню, рассказывали про чувака, который за пистолет схватился, этот самый, брат Заба Джуда, который, да, тоже был говнюк такой, но его выгнал Фредди, больше не пускал туда в этот зал, да, был такой момент, я вот так и сбил, как раз вот Джеймс Тони его привел, и говорит, это мой преемник, он после меня будет чемпионом, скоро вы увидите, и вот такая фигня, он в шоке вообще, там все были в шоке, кто давай за пистолет хвататься, я вот, а с пистолетами, кстати, многие ходили? А? А с пистолетами, кстати, многие ходили? Ну, у него телохранители, уже Джеймс Тони, все с оружием ходили, тут любой может ходить, пистолетами, я тоже могу купить и ходить, без проблем, когда мини началась, здесь многие накупили оружие, сейчас у всех есть оружие, каждого второго. По всей мере, тем не менее, мы не рассказывали, что в Флориде тоже такая история, у кого на вашей памяти был самый сильный удар из боксеров, с тем вы пересекались на тренировках, ну и может боярки? Да я не, даже, да я даже не знаю, говорят, сейчас вот очень тяжелый удар у Канело, очень тяжелый удар, я не знаю, если не стоял, но очень тяжело бьет, прям как танк. Вы как-то сказали, что Костя Дзю на порядок выше, чем Рой Джонс, такое спорное заявление на первый взгляд. Не-не-не-не-не, объясню, Рой Джонс это талантливейший человек, намного талантливее, чем Костя Дзю, и все мы вместе взятые, но у него нет школы, он не знает, когда, что он выкинет сам, то есть он от ситуации работает, мы же, мы же эту ситуацию сами делаем, Костя Дзю, я, например, мы ее сами делаем под себя, мы делаем что-то, что потом нам дало результат, понимаете смысл? Ну, мы знаем, как это делать, а он этого не знает, как делать, он просто делает, потому что, потому что он делает, потому что вот, Бог ему дал талант, скорость, реакцию, ну, было, было у него, сейчас у него уже этого нет, возраст просто отнял. Ты школьный, зашколенный, ты знаешь, как это сделать, Бог, сражение просто состоит из того, что там кто кому пиздюлей даст, извините за выражение, Ваша пиковая форма, она в каком году была все же? Я думаю, когда я стал чемпионом, пятый, пятый, шестой год, и потом уже все, пошел спад, я понял, что я уже не тот. А помните вот этот самый момент, когда вот уже поняли, что реально спад идет? Да, я пропустил, помню, у меня был такой тяжелый бой, где я упал, и я не имел права там падать, пропускать таких ударов, то есть как бы я мог всегда, то есть как бы и видел, и ну, просто не хватило у меня времени, скорости, я даже не знаю, то есть я понял, что я замедлился, все, уже не тот, карманин, с Сильвестра боксировал, в Германии ничью мне дали, после этого боя, ну, я уже не тот был, который я мог быть. Самый обидный момент в карьере, это бой со Спинксом, или что-то еще? Да я даже не знаю, знаете, много было веселья, у меня был бой, где я упал, проиграл, да, я там просто заболел сильно, и 6 дней до боя не спал вообще, вообще не спал, это в Америке было, Медисон Сквер Гарден, вот, то есть как бы и важный бой, и надо было отказаться, по большому счету, но я под этот бой занял денег, 20 тысяч долларов, мне надо было отдавать, отдавать нечем было, и блин, иначе как гладиатор шел, помню, я понимаю, что сейчас я не отбоксирую, и когда мне кинут, следующий бой, людям отдавать деньги надо было, я пошел, хотя глупо, конечно, но что делать? А денег на бизнес заняли? и денег, да, мне надо было отдать, мне платили хорошие деньги за бой, там, 75 тысяч долларов, ну, относительно хорошо, то есть как бы я их получил, конечно, но потерял, скажем, проигрыш в Трофе, непонятно от кого. Вы сказали, что 6 ночей не спали, но, честно говоря, это вот мне сложно представить, но вот условно вот если я... Я как лунатик ходил, я не понимал, что происходит, с ума не сошел, знаете, поговорить не с кем, потому что все спят, и я просто вот спать хочу, а заснуть не могу. А с чем это связано было, как вы думаете? Ну, какой-то я вирус какой-то хватанул, я... и они узнали, платные билеты на этот матч, и я замерз, помню, не могу, блин, ото льда все-таки тянет, вот. А неудобно, я же не могу оставить людей, потому что, ну, и вот я хватанул, и заболел 7, у меня 38,5 температура, 38,7 температура, херово мне, и я, а я на следующий день улетал, ну, в Нью-Йорк на бой, я думаю, ну ладно, вычихаюсь, еще есть неделя, но я не вычихался, я эти вот 7 дней, 6 дней, потом после боя, еще, вроде казалось бы, голова болит, проиграл там нокаутом, да, и там даже не нокаутом, а удар-то не было, я просто, знаете, организм сказал, стоп, хватит, то есть я 10 рантов тянул, тянул, выигрывал еще их, а потом хоп, и выключилась лампочка, я не помню ничего, я очнулся только в больницу, когда меня везут на каталке, говорю, что случилось, где я, такая была тема. Кошмар, конечно. Да, да, конечно, ну, не профессионально, но, блин, видите, это все от того, что не было ни спонсоров, ни поддержки никакой, было бы, сейчас ребятам много легче, и проще, у каждого есть почти спонсор, кто-то помогает. Вот это вот известная история с кровоизриянием, после боя с Гиллом, но вы затем же ведь еще один поединок провели. Ну, я провел, знаете, глупо, конечно, но у меня позвонил спонсор один, говорит, хочу, чтобы ты боксил, я знаю, что ты выиграешь. Блин, да мне нельзя, вы понимаете, он такой, да ты сможешь, заряд, то есть он мне просто дал 23 долларов сверху, спонсорских денег, деньги неплохие, и я понимал, я понимал, что это опасно, правда, главное не пропустить. И в 10-м раунде я хапнул, в конце, на последних секундах, вот, ну, и как бы, ну, хапнул, ничего, там не упал, ничего, просто немножко так подшатнуло, вот, и в 10-м он вышел меня добивать, и тот доктор, который был у меня в углу, мой, Кэтмен, он, он был в том бою с Гилом, он видел, как я там чуть не умер, и у нас выкинул полотенце, хотя он поторопился, там ничего не было вообще, он просто кинулся добивать, я как раз думал, сейчас я его на встречу поймаю, прям только, раз, стоп, бой закончен, ничего за фигня, оказывается, он полотенце выкинул в мой угол, я не обиделся на него, я понимал, что я все равно ехал, просто изработать денег, если честно. А когда приняли решение, кстати, повесить перчатки на гвоздь, сразу после того боя, или какое-то время еще прошло? Мне сказали, опасно, ты погибнуть можешь, то есть, как бы, нельзя было мне по большому счету боксировать, я и готовился так, не совсем шибко, скажем так. А, ну, то есть, уже, в принципе, думали, что завязали, но решили выйти. Просто деньги уедут, да, я уже все завязал, это просто, просто вот спонсор, настал настаивать, и все, я тебе 20 тысяч дам, сверху денег, вот только-только поедь, и все, ты должен, мы тебе верим. Блин, я говорю, понимаете, у меня проблема, блин, я же могу там погибнуть, ничего с тобой не будет, ты должен, там всех бывает, такое, ну, ладно. То есть, вот так. Расскажите, кстати, что вот это, про это кровоизлияние, что тогда в бою с Дилом случилось? Я не могу там не выиграть, потому что чужая территория, я думаю, надо просто рискнуть, а рискнуть как? Ну, то есть, когда немножко стоишь, фронтальный встаешь, то заряжается задняя рука, сильная рука, думаю, ну, сейчас попробую правой рукой хлопнуть. И все, и не помню больше после этого момента. Только-только, как стал, немножко неудобно для себя положение, но удобное, чтобы ударить, понимаете, и тут же пропустил. Я даже не помню, я тоже так же, полная темнота, потом уже в раздевалке, уже давно мне перчатки сняли, у меня раз свет включился. Точно такой же, как в том бою, вот с этим, где я упал, помните, я вам рассказал, где я 7 дней не спал. Ну да, да-да-да-да-да. Один в один. Только там я дольше намного приходил в себя. Здесь, здесь как бы, ну, здесь минут 10, а там пару часов. Если изучить ваш Инстаграм, то можно много фоток найти с Сергеем Ковалевым. Он вам друг, или, может быть, не знаю, вы ему в тренировках каким-то образом помогали? Я отчасти ему там, ну, не то, что помог. Эгис Климас, когда он его переводил в профессионал, он говорит, уговори, парня, парень хороший, перспективный, чего он в любителях там учится, у него, тем более, там, Петербеев, Михонцев тогда его были, конкуренты, он третий номер был всегда. И мы поехали, у меня бой был в Астане, ой, не в Астане, а где-то, не помню где, где-то в Казахстане. И он поехал, как почетный гость, он просто поехал с нами. И вот я вот там, говорит, Серег, пошли, говорю, что ты рискуешь, чем? Он говорит, у меня стабильные там, зарплаты там 60 или 80 тысяч, как бы, ну, а сейчас я перейду, и зарплаты не будет, зато ты чемпионом можешь стать. Он говорит, когда я еще, верить в себя не будешь. Ну и все, видите, как все получилось. Да, да, да. Ну вот, это, кстати говоря, такая вот история, вот вы в начале интервью рассказывали про боксеров, которые там скучно становятся, и вообще-то достаточно сложно в Америке на первых порах, а Ковалев, он же ведь вообще-то там за бесплатно дрался, там, и жил на день декримуса. достаточно долгое время. Да, 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 пока не стал чемпионом. Изменился он, когда стал чемпионом, по вашему ощущению? все изменилось, да. В худшую сторону, или нет? Не в лучшее. Не в лучшее. Ну, а в чем это выражается, кстати? Да, ну, зачем, я не буду говорить, зачем. Ну, так, человек-человек меняется, вот он поменялся конкретно. Не все меняются, вот он поменялся. Что делать? Ну, звездочку словил. Чего? Его карьера на спад, на ваш взгляд, из-за этого пошла? Да, ну, знаете, он, во-первых, не режимник, вы видите, он тут набухается, то кого-то изобьет, то еще что-то, ну, так нельзя. То есть, ну, ты, ты, какая-то лицо, лицо не то, что страны, блин, на тебя все смотрят, равняется, а ты то бухаешь, то там кого-то чуть не изнасиловал, я не знаю, там, что там взяла. Кого-то ударил, нос кому-то сломал, какие-то, блин, непонятно. Девушки какой-то, слышали, наверное, да? Да, слышал, конечно. А верите, что допинг-то у него, кстати, есть? Точнее, что он его употреблял? Ну, а как веришь, не веришь, если его поймали? Конечно, есть, Ну, тут, знаешь, одно дело намеренно, другое дело не намеренно, тоже отойти с этой вещи. Не знаете, не знаю. Не, я думаю, что он уже тоже, все, я думаю, что у него просто контракт хороший, на хорошие деньги, он их должен, он хотел их отработать, я думаю, выйти. Вот, он так и сделает, наверное, у него там просто хорошие деньги, несколько миллионов долларов висит. Он их по-любому получит, выиграет, поиграет, он их получит, у него контракт. Поэтому, не знаю, что дальше он будет делать. Ну, карьеру он себе в любом случае там классно сделал, а вот кто, на ваш взгляд, из наших боксеров, кто пробовал себя в Америке, вот, реально не раскрылся до конца, а мог бы очень многого добиться? Да, много кто. Тоже Серега Артемьев, помните такой? Сергей Артемьев, в свое время. Это один из первых наших, который получил травму, чуть не погиб на ринге. Тоже, тоже вот, я думаю, что он бы, наверное, один из первых, там, стал чемпионом. Еще, как бы, один из первых, первая-первая самая волна. Ну, пирог, пирог, там, тоже не раскрылся, рано закончил, я думаю, Дима еще мог бы столько, из-за того, что травма у него, он выскочил за бой. Да, там, с Джейкобсом, конечно, тот бой жить, вообще просто шикарный был. Шикарный, да. Абсолютно. У вас в Инстаграме много фоток со звездами, у вас там, знаете, там даже и Бенни Уркидес есть, ну, там звезда боевиков, и вообще известный тикбоксер. С Бенни Уркидес мы тренируем в одном зале, представляете, я работаю в армии, да, я вижу, вот каждый, вот сейчас он будет, поеду, и он будет сейчас. Я бы вообще с собой показал, если бы он с пол-седьмого тренирует, а я с восьми, хороший дядь, как мы общаемся, с золотой. Он по тикбоксингу, то есть получается? Он по тикбоксингу, я бокс потом, да. Мы берем время, время, вот, и как бы вот, он полтора часа кикбоксинг, я потом бокс полтора часа. Слушайте, ну, Бенни Уркидес, это, конечно, величина. А кто еще у вас там есть из известных в зале людей, как часто приходит? Вы, вы не знаете такого, ну, Чевичан, Гокор Чевичан, армянин, он шестикратный чемпион под дзидо. Шесть раз, был. Да нет, ну, как не знать. Знаю, конечно, и, между прочим, вспоминаю. Потом хозяин, он, он, Токтарова тренер. Да, да, да. Вот он, говорит, он много научил Олега вот именно внизу бороться, именно в нижней стойке, именно в партой. Он очень сильный там. Ну, у Токтарова в книге есть как раз-таки про это, там, про Чевичана, когда он там выиграл там, турнир там, подзидо, он там про него в принципе рассказывает. А слушайте, а огромный китайский боксер, у вас там две фотки с ним есть, на Ваву его похожие. Проблема, я его готовил, готовил, за неделю до боя он проходит медосмотр, ему врач говорит, а ты, говорит, ты до сих пор боксируешь, он говорит, в смысле? У тебя, говорит, говорит, когда ты, говорит, только пришел на первую медкомиссию, два года назад, мы сказали твоему промоутеру, что тебе нельзя боксировать, у тебя какая-то проблема в голове. Они ему не сказали, скрыли. И он их там сейчас, я не знаю, чем закончилось, он их судил там, больше, чем на миллион долларов. Не знаю, и все, и он бросил кальниеру, такой огромный, как Валуев такой, чтобы еще судить, здоровее. Здоровее Валуева, то есть даже? Ну, он по мускулатуре здоровее. То есть, у него там попа поменьше, там, знаете, ну, такое, просто масса, именно, прям мясо-мясо. Иван Риткач, он же ведь у вас там тоже где-то в Калифорнии, по-моему, тренируется. Да, здесь, да. В частности, кстати, видитесь, потому что он у вас-то тоже. Реже стали видеть, раньше, как-то чаще. Тут такой парень, своеобразный, вот, на своей волне. Тяжело учиться, я пытался с ним поработать, очень тяжело. Такой, непонятно, неуправляемый. То есть, у него там есть свое, на этой волне и идет дальше. Я считаю, что он уступается дальше, и учиться. То, что есть, оно и есть, оно уже никуда не денется. Кто, кстати, вообще из современных боксеров, вот, за кем вам больше всего нравится следить? Смотреть вообще по бою. Ну, сейчас Ломаченко, конечно, интересно, очень интересно, то, что он делает в ринге, необычайно, конечно. Но, на не все моего техника подойдет, надо быть очень одаренно, физически сильным, в том плане, что выносливым. Вася просто уникальный. То, что он делает, это энергоемко очень. Не всем она подойдет, не все смогут так, как он. Когда мы с вами говорили о работе ног, у него она лучшая, на Варс Грид, или есть какой-то боксер? Не, она у него вообще классная, но еще раз говорю, она очень энергоемкая. Вот, я возьму двух боксеров, это Майвезер, и опять же его, да, Майвезер, посмотрите, он стоит на одном месте, в него тоже невозможно попасть, да, он работает с переносом веса тела, то есть он перенос назад, на передний, на сзади, то есть у него голова постоянно гуляет, вперед-назад. То есть, и вот этим, я вот этим сейчас обучаю своих тоже. Вот именно этому, потому что, ну, она больше подойдет для всех, скажем так, чем для, как вот Вася делает. Вася, это только избранные, так могут сделать. А ММА вы их смотрите? Да, у меня ребята много, что тренируются. Американцы ходят ко мне, вот, Гуко же выводит ММАщиков, они договору такой, что его ребята бесплатно ко мне приходят по пятницам, по пятницам, его ребята приходят там, руки слабые, конечно, очень. В чем выражается эта слабость? Именно что, не держат у головы там условно, или пьют не очень хорошо, да? Не бить не умеют, не защищаться толком, ну, только вот, бороться хорошо, борются, этим выигрывают, а руки слабые. Поэтому, ни финты, ни дернуть не могут, не знаю, что это такое. То есть, вот, обучая потихонечку, сразу невозможно всему научить. Что скажете, кстати, про технику кубокса, допустим, у Конора, Макгрегора? Ну, неплохие руки, да, неплохие. Он на этом долго вытягивал, пока, ну, он не тягивает, знаете, я вижу, что он особо не тренируется, как надо. Они вообще, если честно, вот я смотрю, они половина не делают, что делают боксеры. Половина. Ну, вот это интересно, очень поподробнее, если тут можно. Ну, они, ну, вот у меня сейчас Энрике мой, да, вот, Гогохи я вам говорил, вот ему сейчас предлагают перейти в ММА, и он тут ходил пару раз бороться там. Говорит, они вздыхают все, там, и ведущие их, не эти там, звезды. Они, говорит, просто устают. Я вот даже своему этому сказал, мальчишка выступал, здесь как-то выводил его на этот, вот. У меня индейец, мальчишка такой, коренной индейец, ходит, хороший мальчишка такой, Серхова. Вот, я говорю, если будешь ходить ко мне, говорю, на специальные тренировки, прыжковые, беговые, будешь бегать, тогда, говорю, я с тобой там пойду дальше, буду тебя тренировать, а если нет, то нафиг надо. Ну, вот он начал ходить к этому бою, мы вышли и выиграли, потому что до этого он просто сдох и все. Его там задушили, перебили, не знаю, что там было. Я не был на этом бою в предыдущем. Ну, а как бы вы бы тогда объяснили то, что боксеры больше впахивают на тренировках, чем ММА-шники, тем, что бои там могут быть теоретически более длинные, но все эти там не карьера боксера, она же постепенно развивается, не сразу 12 раундов. Я думаю, что ММА намного больше там просит, можно выскочить, знаете, можно упасть там в ноги, да, и там что-то потихоньку возиться и задушить его там или там сломать ему что-нибудь. Ну, то есть, как бы там не надо много... Я не знаю даже, чем это объясняется, но они так не пашут, не знаю почему. Даже на высоком уровне они так не пашут. А самый трудолюбивый боксер, которых вы когда-либо встречали? Ну, допустим, не считая себя, вспоминая тот ваш период в карьере. Много кто, говорят очень много. Хопкинс, говорят, очень пахарь такой. Я не знаю, очень много кто пашет. Очень много. Много кто не пашет, они просто на таланте, там, Джеймс Тони тоже, ну, вообще лентяй. Вот, но в основном ребят в пахаре. По-другому. Джеймс Тони, это самый звездный боксер, с кем вы в спаррингах стояли? Ну, с Форестом я стоял. Вернон Форест, покойный, его застрелили. Вот, я с ним стоял, да. Тоже подкинул нормально, кстати. Он там начал, там, головой, козлиной, локтями, по яйцам, бить такой грязный. Я говорю, Фредди, что за дела, что он делает там? Он в углу был, Фредди у него был в углу. Он говорит, а ты ему тоже дай. Нормально? То есть, он там, ни ему ничего не сказал. Он просто говорит, долбани ему тоже. И все нормально будет. Вы сказали тогда, что в книге у вас еще есть глава про Кличко, а с ними-то вы как пересекались? Был такой зал на Лабрея, я не помню, как он называется, хороший такой зал, с двумя рингами. И вот они там всегда готовились в этом зале. И хотели туда спарринговаться тоже. И мы там пересеклись, много раз, 5-10, наверное, пересекались, чуть ли не каждый день. То есть, они готовились, и я готовился. И как они, так скажем, они впахивали на тренировках? Нормальный парня, с ним поговорить можно, а младший такой немножко Володя Звездный пищец. Вот такой, здоровый, голову отворачивает, такой немножко. мне он не понравился, если честно. А Виталик красава такой, и пошутить, и такой, ха-ха-ха. Нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok